Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Новая аллея в Самаре. Глава города Елена Лапушкина проверила, как благоустраивают общественное пространство на Старозагоре. Три недели до нового учебного сезона. В каком формате пройдут школьные линейки 1 сентября. Вышел по УДО. Третий фигурант резонансного дела блогеров освободился из колонии. В Самаре благоустраивают аллею на пересечении Нововокзальной и Старозагоры. Большую часть ремонтных работ уже выполнили. Когда жители смогут прогуляться по новому зеленому уголку, выяснила мэри Елчан. Эта аллея на пересечении Нововокзальной и Старозагоры – излюбленное место жителей. Сейчас территорию приводят в порядок. Работы начали пару недель назад. Уже заменили асфальт, спилили сухие ветки с деревьев, посадили цветы. Заканчивают укладывать плитку на тротуарах. Город Зеленый Кост сейчас занимается тем, чтобы завозить грунт, обновляет его. Будут посажены отдельно газоны травяные и, соответственно, цветочницы. Но основное пожелание жителей, конечно, которое участвует за счет инвесторов. Помимо аллеи благоустраивают и прилегающую территорию. В сквере напротив проложили асфальтовые дорожки и заменили освещение. Проконтролировала, как ведутся ремонтные работы, глава Самары Елена Лапушкина. Очень рада, что наконец-то руки дошли. Конечно, это такое не грандиозное восстановление, но тем не менее порядок мы начали наводить и на этом уголке нашего замечательного города. Закончить благоустройство аллеи планируют к осени этого года. Мэри Илчан, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Тем временем решается судьба территории на стрелке рек Самары и Волги. Что и как там будут строить, определяют архитекторы со всего мира. Осенью в регионе запустят международный конкурс, чтобы выбрать самый достойный проект. Тему продолжит Мария Левина. Площадку на стрелке рек Самары и Волги пытаются освоить последние несколько лет. За это время предлагалось множество идей. Например, там хотели построить стадион к чемпионату мира по футболу, но отказались из-за дорогостоящей земли. Сейчас появились инвесторы, однако проекта застройки до сих пор нет. Специалисты предлагали восстановить на территории старинные особняки и разместить в них рестораны, гостиницы, галереи, а также благоустроить дополнительную очередь набережной, чтобы привлекать гостей города открывающимися видами. На берегу планировали установить аттракционы, в том числе большое колесо обозрения. К проекту подключались и французские архитекторы. Они предлагали построить на стрелке рек ЗАГС, концертный зал, торговый центр, речной причал и жилые дома. Изюминкой должна была стать сама форма зданий. Их планировали построить в виде матрешек и дать им название притоков Волги. Давняя мечта поколений и поколений самарцев, чтобы стрелка была обустроена в соответствии с ее замечательным высоким статусом природного ландшафта. И надеюсь, мы к этим решениям тоже придем совместно. К итоговому решению нужно подойти ответственно, подчеркнул глава региона. Поэтому решили открыть международный конкурс для архитекторов. Подобная практика уже есть. Эксперты со всего мира соревнуются за право преобразить территорию вокруг стадиона «Самара-арена». «Самара должна быть перезапущена в плане имиджевом. Это очень нужно. Потому что нам надо конкурировать, не догоняя Казань или Екатеринбург, а давая новые смыслы. Поэтому проведение конкурса, по-моему, самое лучшее из решений, которое может быть». Конкурс на поиск архитекторов для благоустройства стрелки рек «Самара» и «Волга» должен начаться не позже 21 ноября. Мария Левина, Николай Епифанов. События. Губернатор Дмитрий Азаров и глава «Самары» Елена Лапушкина поздравили с юбилеем героя социалистического труда, почетного гражданина Самарской области Максима Борисовича Аводенко. Сегодня он отмечает свое 90-летие. О человеке – созидатель и репортаж Ларисы Шалафаст. «Мы вас сердечно поздравляем». Телефон Максима Борисовича Аводенко не умолкает ни на минуту. Героя социалистического труда, бывшего директора Куйбышевского металлургического завода, поздравляют из разных уголков страны. Сегодня ему исполнилось 90 лет. С юбилеем Максима Борисовича поздравили губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Также в этот день Максим Аводенко получает подарки в честь 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне. Первые шаги Максима Аводенко в должности директора Куйбышевского металлургического завода совпали с полномасштабной реконструкцией прокатного литейного производства и обновлением вспомогательных цехов. Максим Борисович всегда заботился о заводчанах. Он строил социальные объекты – десятки тысяч квадратных метров жилья. Самое главное в жизни – это умение работать с людьми, прислушиваться, чувствовать их мнение, советоваться, принимать решения, а потом контролировать, уже не допускать необоснованных изменений. И в 90 лет Максим Борисович продолжает активно следить за жизнью и развитием области города. Говорит, изменения к лучшему очевидны. Мы сегодня видим, что Самара как город развивается, как спортивное сооружение, как людей, город для людей, как город, где протекает Великая река, Волга, где ездить и учиться, и работать. Надо только над всем работать и развивать. В день рождения рядом самые близкие – дети, внуки и супруга Ирина Васильевна. Относит им 90, к нему прислонись стена. То, что у него осталась, вот закалка такая жизненная. Здорово. Всем бы таких мужчин побольше. Сейчас главный проект человека-созидателя – большой цветущий сад. Здесь Максим Борисович выращивает множество цветов и ягоды. Лариса Шлафаст, Николай Епифанов, События. К началу учебного года возле всех образовательных учреждений, имеющих выход на проезжую часть, нанесут разметку «Дети». Она должна обеспечить безопасность учащихся на дороге. Всего по городу нанесут свыше тысячи знаков. Разметку делают из термопластика, который обеспечивает долгую службу. Работы выполнили на 80%, а к 20 числу должны полностью завершить. Об этом на общегородском совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии напомнил первый вице-мэр. Городские власти совместно с сотрудниками ГИБДД проверят готовность образовательных учреждений. Между тем, 1 сентября учебный год для самарских школьников начнется традиционно, очно и с торжественной линейки. Об этом рассказали на оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. С начала осени в регионе стартует и театральный сезон. Репетиции уже идут, а 12 августа откроются билетные кассы. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Торжественная линейка, которая откроет новый учебный год, будет, пожалуй, единственным привычным событием для школьников. Сам учебный процесс в этом году будет организован по-новому. К примеру, чтобы минимизировать контакты, каждый класс будет закреплен за своим кабинетом. Во время перемен дети должны будут выходить в рекреации, чтобы учителя могли проветрить и обработать кабинеты. Для этого учреждения образования сейчас закупают дополнительные рециркуляторы воздуха, средства индивидуальной защиты и санитарной обработки. Санпины разрешают проведение уроков химии, физики и технологии в специализированных кабинетах. Уроки физкультуры будут проходить в спортивных залах. Педагогам и ученикам будет разрешено находиться в школе без масок и перчаток. Однако работникам пищеблока средства индивидуальной защиты потребуются. До 18 августа идет приемка школ, работают совместные комиссии. Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. Сейчас Министерство просвещения Российской Федерации готовит нам рекомендации проведения линейок. Это будет общий подход по всей стране. И начиная со 2 сентября мы в соответствии с требованиями санпинов, новых санпинов от 30 июня 2020 года, мы принимаем детей с 1 по 11 класс в школы в формате, когда каждый класс закреплен за конкретным кабинетом. Глава региона дал поручение проработать вопрос о том, чтобы уже в последнюю неделю августа детские сады в Самарской области начали работать в прежнем обычном режиме. На сегодняшний день действует 3349 дежурных групп. Их посещают более 40 тысяч детей. С 10 августа отменены разновозрастные группы, ребята занимаются со сверстниками, принимают в детский сад при наличии справки с работы от одного из родителей. Областной Минкульт внес предложение разрешить открыть кассы театров и концертных залов с 12 августа и с 1 сентября начать сезон для зрителей при заполняемости залов не более чем на 50%. Репетиции уже идут в театрах запланированные первые спектакли. Дмитрий Осаров подчеркнул, важно обеспечить безопасность зрителей. И чтобы понимать, как правильно организовать процесс, нужно уже в августе провести прогонные спектакли и отработать процедуру прохода и рассадки зрителей. Я бы предложил и театрам тоже какие-то прогоны предварительно сделать. Не всем театрам мы вот с вами благодаря концерту Гергиева поймем, как это в больших залах делается. Давайте, может быть, и выберем какой-то коллектив, театральную трубку, где в малом зале тоже посмотрим, как можно проводить спектакли, концерты. Также на совещании рассмотрели возможность провести в конце августа ставший уже традиционным для Самарской набережной «Волга-фест». В этом году в формате ярмарки культурных проектов, программа которой будет формироваться с учетом требований по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности. Виктория Шарая, события. Запустить свой бизнес во второй раз. Самарские заведения общепита вернулись к привычной жизни, но с некоторыми ограничениями. Чтобы открыться после коронавирусной паузы, рестораторы получили федеральные и региональные меры поддержки. Чем могут воспользоваться самарские предприниматели, расскажем в следующем сюжете. Официанты, снующие между столами, бармены, натирающие бокалы до блеска, а самое главное – довольные и сытые гости. Ресторанная жизнь в Самаре возвращается к привычному ритму. С 1 июля посетителей можно принимать не только на литних верандах, но и в основных залах. Правда, с соблюдением санитарных норм, избегая скопления людей. Сохранить свое дело и открыться после длительной паузы предпринимателям помогли федеральные и региональные меры поддержки. Постановление 696 – это кредит на возобновление бизнеса. Соответственно, на все предприятия мы его получили. Сейчас наша задача – выполнять как раз эти критерии по удержанию людей и удержанию зарплат. Получили быстро, легко, в принципе, никаких проблем не было. Один из главных критериев для получения помощи – избежать увольнений и максимально сохранить рабочие места. Для этого весной предприниматели могли получить субсидию, равную минимальному размеру оплаты труда на человека. Эти средства можно было потратить на зарплаты, рефинансирование кредитов, аренду, коммунальные платежи и другие нужды. А с 1 июня до 1 ноября можно подать заявку на льготный кредит по 2%. За время действия этой программы суду одобрили уже 5000 бизнесменов региона. За указанный период мы уже выдали почти миллиард рублей кредитов по программе постановления 696. Считаем, что данная программа, она наиболее востребована на сегодняшний день. Мы видим спрос со стороны бизнеса, а также она очень актуальна и своевременна. Еще одна мера поддержки, которую могут воспользоваться бизнесмены – субсидия на дезинфекцию своего предприятия. Можно подать заявку до 15 августа и компенсировать затраты на маски, перчатки, антисептики и аппараты, обеззараживающие воздух, которые теперь, помимо подносов и приборов, стали обязательными атрибутами в заведениях. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События. Банк России рекомендовал кредиторам до конца года не выселять должников из квартир. Россия нам рассказали, как обезопасить свои покупки онлайн. Отдыхающим будут возвращать часть средств, потраченных на покупку туров по стране. Об этом подробнее в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости экономики» и расскажу о них я, Виктория Шаре. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 11 августа, составляет 73 рубля 77 копеек. Евро – 86 рублей 82 копейки. Банк России рекомендовал кредиторам до конца года не выселять должников из жилья, находящегося в залоге из-за пандемии. И продлил часть введенных на фоне распространения COVID-19 антикризисных мер, срок действия которых истекал 30 сентября. В частности, резервы по кредитам, реструктурированным до 31 декабря, банки смогут создать не сразу, а в срок до 1 июля 2021 года. До конца года они по-прежнему смогут не признавать кредит реструктурированным и не рассчитывать по нему показатели долговой нагрузки. Кроме того, банки до конца года могут не применять надбавки в отношении кредитов, выданных людям, которые впоследствии заболели коронавирусом. Россиянам рассказали, где опасно расплачиваться банковской картой. В основном это сайты подделки в сети интернет, через которые под видом оплаты товаров или услуг, а также входа в личный кабинет банка, совершаются кражи денежных средств с карты. Эти сайты максимально похожи на оригинальные и появляются с такой скоростью, что полиция не успевает их блокировать. Чтобы сохранить деньги, специалисты рекомендуют завести отдельную карту для онлайн-покупок и переводить на нее ту сумму, на которую вы собираетесь делать заказ непосредственно перед покупкой. Кроме того, жертвами преступников нередко становятся люди, желающие что-то продать на сайтах объявлений. Мошенники звонят продавцам и говорят, что якобы уже перевели полную предоплату через интернет-сервис. Чтобы получить деньги, автор объявления должен перейти по специальной ссылке. Но делать этого нельзя. В противном случае с карты спишут все имеющиеся средства. Хорошая новость для тех, кто отправляется в отпуск. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах возврата средств при покупке туров по России. Компенсация будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Возврат можно получить за организованные туры и круизы, а также за проживание в отелях для тех, кто путешествует самостоятельно. Список предложений появится на сайте мирпутешествий.рф 21 августа в 12 часов ночи. Оплатить путевку нужно будет до 28 августа. В программе участвуют все регионы России. Однако наиболее загруженными направлениями поездки с кэшбэком будут доступны с 1 октября и до конца года. Продолжительность тура при этом должна составить не менее 4 ночей, а стоимость путевки от 25 тысяч рублей при оплате карты МИР. Сумма возврата зависит от стоимости поездки. К примеру, туристам, потратившим 25 тысяч, вернут 5 тысяч рублей. На частичную компенсацию затрат на покупку туров по России выделено 15 миллиардов рублей. На этом все. Контролируйте свои расходы. Самарский блогер Олег Иванец в этот вторник вышел на свободу. Ранее суд Башкортостана удовлетворил его ходатайство об УДО. Таким образом из колонии условно-досрочно освободились все фигуранты резонансного дела блогеров. Напомню, в 2016 году Дмитрий Бегун получил 6 лет колонии строгого режима. Олег Иванец 7 лет, Наталья Умярова 5 лет колонии общего режима. Их признали виновными в вымогательстве 3 миллионов рублей у бизнесмена Сергея Шатила за нераспространение компрометирующих материалов. Бегун и Умярова, получившие меньшие сроки, освободились раньше. До 10 нарушителей в день задерживают в акваториях Самарских рек сотрудники ГИМС. Чаще всего попадаются владельцы лодок и катеров, которые перемещаются на незарегистрированных судах. Какие за это грозят штрафы, узнали наши корреспонденты, отправившись в рейд с правоохранителями. Роман Рылов закончил юрфак Самарского университета. И вот уже два года бороздит речные просторы и следит за порядком в акватории Волги. Молодой человек служит в ГИМС. Стало интересно, начал изучать, начал смотреть, начал читать нормативно-правовые акты. Ну и затянуло наша прекрасная природа Самарской области, доброжелательные судоводители. Обычно в большинстве случаев все воспитанные, доброжелательные, улыбающиеся люди, которые находятся на отдыхе. Естественно, не без исключений. Самые сложные случаи мы, конечно же, вызываем в полицию, ОМОН. Но это бывает очень-очень редко. В этом году такого не было. За одну смену патруль может поймать до 10 нарушителей. Самая популярная причина – отсутствие регистрации на лодку. В таком случае полагается штраф в 15 тысяч рублей. Таких судоводителей удается задержать практически в первые минуты рейда. Следующее по частоте нарушение – отсутствие техосмотра, который нужно проходить раз в пять лет, и просроченные права. В этот раз капитан и вовсе без разрешения на вождение катера. Его правоохранители заметили издалека. Говорят, нарушителей видно по поведению. При появлении инспекторов они начинают заметно нервничать. Как выясняется, не напрасно. Кова ваше права пока нет. Пока нет? Да. Замечательно. В этом случае нарушителю придется раскошелиться на 10 тысяч рублей. В целом же задача сотрудников ГИМС – не наказать, а предупредить происшествие на воде. И большинство находящихся у штурвала адекватно воспринимают проверки. Как правило, останавливаются люди прожелательные, с пониманием. Некоторые реагируют странно, как раньше реагировали. Позвонить, звонить, будут звонить этому, будут звонить тому. Как я уже рассказывал, звонят из-за 300-рублевого штрафа. Сложнее всего соглашаются выплатить штраф владельцы дорогих и больших судов, в стоимости которых неограниченное количество нулей. Скорость катера, на котором проходят проверки, достигает 50 км в час. Для погони, в случае чего, этого недостаточно. Но правонарушителям не стоит расслабляться. Инспекторы передают все данные своим коллегам и работают на перехват. Потому незамеченными в акватории Самарских рек остаться точно не получится. Светлана Кудрявцева, Мария Левина, Василий Колдашов, События. В Самаре продолжается благоустройство дворов. У 26-го дома на Владимирской обновляют детскую площадку, устанавливают игровое оборудование, урны и новые лавочки. Когда завершат ремонт и укладывается ли подрядчик в график, выяснила Лариса Шалафаст. Двор на улице Владимирская преображается буквально на глазах. Совсем скоро дети смогут кататься на новых горках и играть в песочницы. Рядом с детской появится и спортивная площадка с прорезиненным покрытием. Также здесь установят новые лавочки и урны. Мы работаем здесь около двух месяцев. Осталось нам еще буквально недельки три. Я думаю, что мы все закончим. Ремонтируют двор по проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Жители принимали активное участие в создании проекта благоустройства и сами решали, что должно появиться в их дворе. Воплощение идей горожан в жизнь – основа стратегии лидерства долгосрочного документа развития региона, разработанного по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. За выполнением работы во дворе на Владимирской жители тщательно следят. Вопросы по состоянию асфальтового покрытия у нас вроде как к нам тоже на встречу идут. Соблюдаются уклоны, чтобы вода не скапливалась. Дорожку вокруг площадки тоже, так понимаю, нам это на встречу пошли сделали асфальтовую. Что жители просят, мы все устраняем, всякие замечания или наоборот помогаем друг другу. Качество работ на контроле и у районных властей. Ведется профессиональный технический надзор, организация, которая также несет гарантийные обязательства за качество выполнения технодзора. Выполняется контроль выполнения работ отделом благоустройства администрации. Ну и, несомненно, жители, которые каждый день бывают на объекте, видят все, подходят. В этом году в Ленинском районе по программе формирования комфортной городской среды обновят 8 дворов. Также будут отремонтированы 3 двора по программе содействия. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. В областном Минобре жителям Самары объяснили, почему для дорожек в ботаническом саду использовали гравий. Внимание на покрытие обратили после того, как жители пожаловались, что инвалиды-колясочники не могут свободно передвигаться по территории сада. В интернете появилось соответствующее видео. На обращение откликнулись в Министерстве образования и науки региона. Там отметили, что дорожки специально делают из гравия, чтобы сохранить корневую систему уникальных растений. Такая технология рекомендована для особо охраняемых природных территорий, каким и является ботанический сад. Зато территория возле стадиона Самара-арена становится все доступнее для жителей и гостей города. После Мундиаля здесь появились инклюзивный парк для людей с ограниченными возможностями здоровья и зеленые поля для футболистов. В будущем построят крытый манеж для всероссийских и международных соревнований. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Андрей Буков – самарский паралимпиец, член сборной России по плаванию и триатлону, мастер спорта международного класса. Молодой человек начал ходить на Самара-арену еще во время чемпионата мира по футболу. С тех пор стадион стал для него не только местом для отдыха, но и площадкой для подготовки к серьезным соревнованиям. Одно из его любимых мест для тренировок – инклюзивный парк на последней миле. Нравится то, что здесь в принципе так как-то далеко от города, тишина, спокойствие и тренажеры все, которые упражнения я делаю, все для этого имеется, вся инфраструктура. Тренер и отец Андрея Букова проводят персональные занятия с сыном у стадиона. Андрей сюда приходит и бегает здесь, он занимается физической подготовкой, поэтому здесь все предусмотрено, как мне кажется, для занятий физической культурой и спортом. В инклюзивный парк приходят не только люди с ограниченными возможностями здоровья, но и родители с детьми. Малыши готовы резвиться на аттракционах часами. Сюда приезжаем даже, грубо говоря, не в ближний свет ехать, живем на Новосадово, на Солнечном. Приезжаем сюда погулять с ребенком, попрыгивать, конечно, здорово, площадка. Аналогов в Самаре я пока не видел. Прилегающие к стадиону территорию будут развивать и дальше. В будущем здесь появится крытый футбольный манеж для игр и тренировок в любую погоду. А уже в четверг, 13 августа, у Самара-арены проведут чемпионат России по велоспорту. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События. Воспитанники Академии Коноплева и Академии Крыльев-Советов сразились на стадионе Самара-арена. В матче приняли участие юные спортсмены от 13 до 15 лет. Многие из них стремятся в составы профессиональных команд. И опыт игры на стадионе такого уровня для них очень важен. За матчем наблюдала наша съемочная группа. На поле Самара-арены еще совсем юные спортсмены. Но накал страстей во время матча не детский. Каждый игрок готов отдать все силы за победу и показать свои возможности. У нашей команды и у команд соперника были довольно-таки хорошие моменты, чтобы открыть счет в этой игре. Но не повезло. Счет 0-0. Дальше покажешь второй тайм. После перерыва счет открыла команда Академии Коноплева. Но крылья сравняли счет. Иди! Игрокам от 13 до 15 лет. И у каждого из них есть шанс попасть в составы профессиональных команд. Каких конкретных задач не ставили, чтобы получить удовольствие от игры. Не каждый день получается выйти на такую арену детям. Я думаю, они просто от самого выхода на такую арену, такое поле получили громадное удовольствие. В этот раз победила дружба. Матч закончился со счетом 1-1. Лариса Шлафаст, События. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!